Здравствуйте! В эфире новости в студии Екатерина Сломатина. Второй день в нашем городе проходит информационный форум Кумертау-2014. Его тема – информационное общество, опыт, развитие, перспективы. Информация сегодня играет очень важную роль в жизни каждого человека. Более того, каждый человек имеет право на получение информации, но тем не менее уровень информированности нашего общества остается низким. Как изменить ситуацию и помочь людям использовать современные информационные ресурсы для своего собственного развития и процветания? Все это обсуждалось в ходе форума. В первый день прошли пленарные заседания, презентации и круглый стол. За круглым столом осуждался вопрос взаимодействия власти и средств массовой информации в современном информационном пространстве. В таком составе средства массовой информации города и местная власть встречаются нечасто. За круглым столом планируется обсудить проблемы информирования населения. А такая проблема в нашем городе действительно есть. Это показывает специальный опрос. Он проводился ресурсно-информационным кадровым центром. Только чуть больше 15% местного населения считают себя информированными о работе муниципалитета. И около 55% человек заявляют, что они информированы частично, как изменить ситуацию. Как нам правильно информировать население, как администрация работает правильно со средствами массовой информации, с интернет-ресурсами, с газетами, с телевидением, с радио. И чтобы это было эффективно, чтобы это было непосредственно, точечно. Чтобы это доходило до людей, чтобы не 15% считали себя информированными людьми, а 59%, 70% информированные были. За круглым столом подняты действительно навалевшие вопросы. Ведь складывается, можно сказать, парадоксальная ситуация. Городских средств массовой информации много, а информированность очень низкая. В моем понимании, почему это происходит, это может быть потому, что не совсем наши люди понимают важность информации. И понимают, и не совсем всегда умеют воспользоваться своим правом на эту информацию. В процессе разговора участники круглого стола приходят к мнению, что все-таки человек должен получать информацию по потребностям. Только это сможет привлечь его максимальное внимание. При этом у всех местных СМИ конкуренция высокая со средствами массовой информации региональными и федеральными. Сегодня у нас практически у каждого дома по 100, а то и 200 каналов. Есть у кого-то кабельный, у кого-то спутник, еще есть интернет. Соответственно, есть довольно-таки много форм получения информации. Поэтому нужно констатировать факт, что вот как телевидение, как местное средство массовой информации телевидения, оно затерялось там. Соответственно, еще раз возвращаемся к так называемой целевой аудитории. Или говорим о том, что на сегодняшний день еще формируется еще нишевый, так называемый, телеканал. Не случайно у нас два канала в редакции телевидения, а один ТНТ. Мы говорим, что оно, как правило, предполагает там объединение молодежи. Вот. И второй, более взрослый такой канал, это пятый канал. Соответственно, видите, мы работаем в двух направлениях, как левая и правая рука. У газет вообще могут возникнуть проблемы с доставкой. Дело в том, что со второго полугодия этого года отменяется государственная дотация на эту статью расходов. Все газетчики в ожидании, что будет. Ведь с отменой дотации может увеличиться и стоимость подписки. Правительству Медведева уже направлено несколько писем. От нашей республики, по-моему, не было. Но, по крайней мере, аргументы и факты. Некоторые крупные и другие издательства, и издательские дома, скажем так, холдинги отправили. Но, может быть, что-то и произойдет. Будем верить. Проблема выживания местных средств массовой информации стоит достаточно остро. При этом у кумертавцев разного возраста разные предпочтения к средствам массовой информации, которые они используют в своем повседневном информировании. Вот что показал социологический опрос. В каждой возрастной категории существуют свои каналы информирования. Молодежь черпает информацию либо из передачи телерадиокомпании «Арис», либо от членов семьи и родственников. Горожане в возрасте от 31 до 45 лет узнают о жизни в городе преимущественность газеты «Кумертавского времени и шатырь» из городского сайта. Возрастная категория 46-60 лет также предпочитает газеты. На втором месте популярности у них телерадиокомпания «Арис». Аналогичные результаты получены в возрастной категории старше 60 лет. Важную роль в информировании населения играет городской сайт. Теперь он предстал перед местными жителями обновленным. На нем стало еще больше полезной информации. О работе сайта и особенностях подготовки материалов для средств массовой информации говорил гость, директор информационного агентства «Башинформ» Шамиль Валеев. Несмотря на трудности местным средствам массовой информации, нужно развиваться дальше и бороться за каждого своего читателя, телезрителя, радиослушателя и интернет-пользователя. Только так можно повысить уровень информированности населения. Екатерина Соломатина, Денис Тихонов, Новости. Работа информационного форума продолжалась в секциях. Секции эти объединили людей из разных сфер жизни города. Каждая группа пыталась нести улучшения в свою область. Посмотреть, как более широко можно применять современные информационные технологии и ресурсы для продвижения бизнеса, социальной сферы жилищно-коммунального хозяйства и для создания более комфортных условий жизни горожан. Айгуль Мухамедшина узнавала детали работы этих секций. Информатизация в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Для обсуждения этой темы и ознакомления с современными технологиями в зале Кумертовского филиала АГУ собрались представители коммунальных служб и ресурсоснабжающих организаций города. В ходе работы участники семинара рассматривали такие вопросы, как создание единой электронной базы данных обо всех многоквартирных домах, сведения о земельных участках и характеристиках дома в 3D-формате, схемы всех коммуникаций и инженерных сетей города. Разработка руководителя научно-образовательного центра по теплоэнергосбережению Владимира Загуменникова позволяет проводить поверочные задачи и конструкторские расчеты, а значит, может значительно облегчить и систематизировать работу энергетических компаний. Живая дискуссия развернулась на площадке, где работу вели представители бизнес-сообщества города. В числе участников как начинающие предприниматели, так и уже соутвердившиеся в этой сфере. В ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов. Главный из них – составление путеводителя предпринимателя. Мы сегодня по инициативе администрации рассматриваем возможности информационной поддержки наших предпринимателей, о том, чтобы они в одном месте, с помощью усилий совместных администрации Союза предпринимателей, телекомпании «Ари» смогли доводить до сведения нашего населения о тех возможностях, которые наши предприниматели могут предложить. В образовательной системе в последнее время все чаще рассматривается тема электронного образования. Технология подразумевает проведение уроков с применением интернет-технологий, электронных учебников, дневников и журналов. К примеру, уже к 2015-2016 годам все издательства должны будут разработать к учебникам их электронный аналог. Об эффективности такой работы и проблемных вопросах говорил на семинаре старший преподаватель Института развития и образования Республики Сергей Лысов. Здесь же состоялось онлайн-общение с директором Центра электронного образования Института Ильгамом Тагеровым. Мы рассматриваем информационные технологии и их применение и в сфере бизнеса, и в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и электронный документ оборот, который касается абсолютно всех сфер. Ну а образовательные учреждения, конечно же, собрались на секции по электронному образованию, которая на сегодняшний день является приоритетным не только в нашей республике, но и вообще в целом в развитии всего общества. Ну а в нашем городе у нас также стоит конкретная цель попасть в список смарт-школ и сделать какой-то качественный шаг в развитии электронного образования. В конференц-зале администрации, муниципальные служащие, программисты организации, делопроизводители, учителя информатики и образовательных учреждений знакомились с системами электронного документа оборота и хранения документов. Всего во второй день информационного форума работа шла на четырех площадках. В каждой из них поднимались вопросы внедрения и применения современных технологий. Айгуль Мухамедшина, Илья Нураминов, Новости. 10 апреля в Кумертау проходил расширенный информационный форум. Посвящен он был теме современной СМИ и общества. Состоял он из нескольких этапов. Одним из них был конкурс видеороликов в ЦДТ. Назывался он «Сделай мир прекраснее». Талантливые видео школьников были связаны с Годом культуры. Оценивались они по многим параметрам. Содержание, актерское мастерство режиссуры и оригинальность звука. Сегодня в нашем городе, как вы знаете, проходит информационный форум Кумертау-2014. И в рамках этого форума мы хотели подвести итоги наших конкурсов. В конкурсах участвовали все образовательные учреждения нашего города. Я хочу сказать, что очень активно приняли участие и дети, и педагоги в конкурсе лучших сайтов учреждений образования, в конкурсе социальных видеороликов «Измени мир». Ну и главная цель сегодняшнего нашего мероприятия была презентовать новый сайт «Планета Кумертау». Это сайт для детей, это сайт о детях. Я думаю, что он будет также полезен и родителям. Кроме того, сегодня мы награждали лучших из лучших. Также был проведен конкурс на лучший сайт среди школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. Победители были награждены дипломами. Отдельной частью концерта было представление зрителям нового сайта в Кумертау. Создан он специально для детей, называется «Планета Кумертау». Содержит он много полезных разделов и даже линию доверия. На празднике выступили творческие коллективы и дети, которые учатся в ЦДТ. Они показали серьезные акробатические номера. Такие встречи еще раз доказывают, что Кумертау — это город талантов. Подведением итогов двух дней информационного форума стало заключительное пленарное заседание. Здесь была принята резолюция, которая ляжет в основу концепции информационной политики города Кумертау. Подробности далее. В информационном форуме под названием «Информационное общество. Опыт. Развитие. Перспективы» приняли участие более 500 человек. Каждый из них пытался внести свою лепту в построение информационного общества в нашем городе. Сегодня информационные технологии развиваются очень быстро. Так что нужно успевать следить за ними и использовать их в повседневной работе и обыденной жизни. Это необходимость. Без применения современных информтехнологий невозможно выдержать конкуренцию ни в одной из сфер. Поэтому для дальнейшего развития информационного общества нужна консолидация сил. Информационный форум по сути и сыграл роль объединяющего центра. Форум стал отправной точкой в создании единой информационной политики и информационного пространства города в современных условиях. Целью форума являлось представление для обсуждения проекта концепции информационной политики городского округа города Кумертау, создание информационных и дискуссионных площадок для изучения возможностей информационных технологий в экономике, бизнесе, ЖКХ и социальной сфере. В процессе форума прошло много разных мероприятий. Среди них секционная работа по четырем направлениям. На заключительном пленарном заседании руководители секции и члены рабочих групп подвели итоги той работы, что они проделали. В секции «Бизнес-сообщество» речь шла о создании информационного портала для предпринимателей, где они могли бы размещать информацию о себе и своих услугах, и где люди могли узнавать нужную для себя информацию. В секции «Образование» шло исследование вопроса по созданию единого образовательного пространства и смарт-школ. В секции «ЖКХ» участникам было представлено сразу два проекта, которые помогают информатизировать работу этой сферы и внедрить электронную систему учета и контроля ресурсов. Еще одна секция изучала электронные документы оборот и современное хранение документов. Все наработки форума лягут в основу концепции информационной политики города Кумертау. Понимание информационного общества и технологий на сегодняшний день неизбежно, оно необходимо, и оно, что очень важно, перспективно для развития. Развиваться вне информационных технологий, информационного общества, любому предприятию и учреждению на сегодняшний день невозможно. У нашего города, я еще раз повторяю, есть все потенциальные возможности стать неким информационным центром на юге республики. У нас есть высшие образовательные учреждения, у нас есть сильные образовательные и общеобразовательные учреждения, есть предприятия, есть сильнейшие средства массовой информации. Для того, чтобы стать информационным центром в плане оказания электронных услуг и даже в плане подготовки специалистов в сфере IT-технологий. Концепция, принятая по результатам информационного форума, будет дорабатываться, затем ее опубликуют в местных средствах массовой информации. Она должна стать своего рода путеводителем по развитию информационной политики и по развитию нашего города, потому что одно без другого невозможно. Екатерина Соломатина, Денис Тихонов, Новости. В Куергазинском районе проходил танцевальный конкурс-фестиваль «Танцевальный марафон». Его участники представляли свое творчество в двух номинациях – «Народная хореография» и «Бальные танцы». Конкурс посвящен Году культуры. Елена Камская расскажет обо всем подробнее. Сегодня, я думаю, это праздник танца. И мы сегодня на этой сцене, я думаю и уверена, что увидим и зажгутся юные звезды, которые потом будут блистать на сценах не только районного уровня, республиканского, но и, если мирового, это будет просто замечательно. В селе Айсуак Куергазинского района состоялся второй районный конкурс-фестиваль детской хореографии «Танцевальный марафон». Несмотря на свою молодость, он завоевывает популярность и привлекает все больше участников. В этом году конкурс «Танцевальный марафон» проводится с целью развития тенденции жанра народного и бального танца в детских хореографических коллективах образовательных учреждений нашего района. По сравнению с прошлым годом, конкурс набирает обороты, участников становится больше, программа разнообразилась. Будем надеяться, что конкурс будет развиваться дальше и открывать нам новые таланты. В этом году свои танцевальные коллективы представили Дом пионеров и школьников села Ермолаева. Начальные и основные средние школы села Новотаймасово, Зякашметово, деревни Якутово, Павловка, Абдулова, Бахмут и коррекционная школа-интернат села Ермолаева. Всего более 20 коллективов. Жюри оценивало мастерство каждого из них по двум направлениям – бальные танцы и народная хореография. В номинациях «Соло», «Коллектив», возразных категориях от 7 до 12 и от 13 до 17 лет. КОНЕЦ Интерес к танцу как виду искусства, несмотря ни на что, не падает. Школьные танцевальные кружки работают весь учебный год. Дети занимаются с большим желанием и удовольствием. А смена состава в коллективах, особенно старшей возрастной группы, почти всегда происходит только по уважительным причинам. Дети хотят заниматься танцами, но смена в коллективе бывает очень часто. Из-за того, что у нас такой возраст идет, кто-то выпускается, кто-то переезжает в другой город. Конечно же, хотим, чтобы стабильность, все хорошо было. Я вижу, им нравится. Если бы им не нравилось, у них бы глазки так не горели. Они бы не стали восхищаться этим, они бы не занимались, они бы не репетировали. Обладателем первого места в категории «Бальные танцы» стал коллектив «Два мира, одна тайна» объединения «Эксклюзив Данс Плюс». В категории «Национальный танец» обладателем «Гран-при» стал коллектив «Радуга» начальной общеобразовательной школы села Якутова. В номинации «Соло 7-12 лет» гран-при также удостоился ученик якутовской школы Тимур Кадыргалин в старшей возрастной группе Раскулова и Люза, гимназия Силанова-Таймасова. Елена Камская, Владимир Кузьмин. Новости. Это была последняя информация выпуска. Спасибо, что были с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин